Гражданские активисты станут кадровым резервом для общественных институтов на муниципальном и региональном уровнях, а также управленческих структур. Об этом глава региона сообщил на встрече с общественниками, которая прошла в тарелке Ульяновского государственного технического университета. Объявил такой своеобразный губернаторский призыв новых людей в органы муниципальной и государственной власти. Очень хотелось бы, чтобы пришли по-настоящему неравнодушные люди, не обязательно молодые, хотя и очень ждем молодых людей, для того, чтобы в полном объеме не просто красиво говорить, а достаточно активно решать эти вопросы. Конкурс «Региональные лидеры» пройдет в период с 1 декабря по 29 февраля 2020 года. Цель – вовлечь активных общественных деятелей в решение вопросов местного значения для налаживания конструктивного диалога между властью и обществом. Такие цели и задачи преследуют ежедневно члены Палаты справедливости и общественного контроля. Целью своей работы мы ставили все-таки повышение, я, наверное, не преувеличиваю, если скажу, уровни счастья нашего населения. То есть, чтобы наши люди могли реализовывать свои права, все-таки получать удовольствие от жизни, а не только погрязнуть в бумагах и жалобах. Мы активно подключили к этой работе, я надеюсь, сегодня будет продолжение, такой вот заключительный этап. Региональный центр мониторинга правоприменения и правового просвещения Ульяновского государственного университета. Он базируется у нас на юридическом факультете. Общественники подвели итоги работы за год. Так, члены совета активно выезжали в районы и встречались с людьми. Сельчане на сходах граждан поднимали множество проблем. Среди них лекарственное обеспечение, уличное освещение, оплата труда молодых специалистов, досуг молодежи и нехватка рабочих мест. Внимание уделялось тому, чтобы разговорить с жителями, чтобы получить именно обратную связь и узнать проблемы. И вот здесь члены совета отмечали, что люди откровенно идут на диалог. И каждый раз, когда мы работали с жителями, отмечали, что критикуя, они предлагают свое решение проблем. Глава региона еще раз подчеркнул, что необходимо активнее вовлекать гражданское население к принятию решений по социально значимым вопросам, особенно в муниципалитетах. Это должно способствовать снижению уровня социальной напряженности и повышению уровня доверия общества к власти. В том числе, благодаря внедрению в практику работы государственных органов принципов открытости. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Управда ТВ.